Здравствуйте, друзья! Мы на Open House пришли со Светланой. Светочка, скажи, пожалуйста, что за домик, почитай. А вы можете одновременно покрутить, повертеть во все стороны, да? Вы увидите Neighborhood. Да, значит, домик такой, ему возраст 40 лет, в 78 году он был построен. Лод большой, у него 8 соток лод, 4 спальни, 3 туалета, площадь большая, это без гаража, 330 квадратных метров. 340, да, 340, да. Большой дом, они хотят 2 миллиона 300 тысяч. Но это находится в городе Саннибейл, но это относится в Купертиновском школе-дистрибке, где за нами находится поле, и сразу за полем находится школа Купертиновская, у которой десятки элементов и middle школа. А High School, это Freeman High School, который шестерка, так скажешь. Ни так себе, да. Но зато, вот, буквально, переехать через Хайвей, то есть, тут довольно-таки близко до Хайвейа, хотя здесь ничего не слышно, тихо, да, птички поют, тихо. Тут прямо вот Apple, буквально, в двух шагах. Компания, да. То есть, такое интересное место. Вы видите, что прилично, здесь очень-очень приятно, здесь тихо. Это то, что называется Cools de Sack. Вот там впереди, видите, он замкнутый такой кружок. И если вот там на круге у людей трапециевидные участки земли, то вот тут, где мы сейчас, тут обычные прямоугольные, как нормальные, как у людей. Да, и по 700 округ, это вполне прилично. Да. Ну, чего, заходим. Я не очень уверен, что нам разрешат снимать или нет. Ты знаешь, ты не спрашивай, но возьми ее не вот так вот, а возьми ее как-то в кулак. В кулак? Ну, если я возьму в кулак, то будет видно мои пальцы. Ну, посмотрим сейчас. Мы внутри зашли, что ты говоришь? Я говорю, это вот комната большая, мне очень нравится вот этот потолок. Потолок трапеции такой, да. Да, и в этой комнате делают такой сразу стейтмент. Вот синяя стенка, сразу ты зашел, так вау. Да, 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 красиво. Красиво. Покрашено. Это ожидание, но в доме невысокий потолок. Так, я сейчас зайду, и вы сможете посмотреть. Значит, ну да. Вообще приятно, приятно. Я, может быть, буду не очень там говорить чего-то, потому что тут люди, риэлторы, чтобы не получилось, что я там что-то такое. Да, да. Мы очень там надеясь. Мы так, как мы живем, в одну неделю. И на сегодняшний день, они задали руку. И вы должны ответить. Или вы32. Или вы не Damon, Zusи. Вы не заберёте. Вы не заберёте. Вы не наберете на эту хорошую работу. Это будет прикольно. В этом году, ты был у меня такой, что ли ты, какая-то такая хорошая, она такая, какая-то такая хорошая. и за старичину а там розеточка есть смотри видишь там так по современному вот розетка стене грил электрический конечно тут такая как бы верандочка и пол такой плиткой выложен мы еще пройдемся по улице так то второй этаж еще езда нет но видно что дом как бы давно давно построен пойдем я на улице выдох и подержи этот флайер я пойду на улице ну что вот мы на улице тут такой как бы ручеек до внизу ручеек идем по периметру так что-то пахнуло табачным дымом курят кто-то что победите внизу если вниз посмотрите вот то вы увидите что мхом поросло дожди несколько дней шли и так поросло мхом вот такой домище вот ведь он второй этаж такой вполне внушительный да вот здесь болтает светит музыку изображает так там чуть левее значит у нас такая площадка для ну так партийный не назовешь ну так по мелочи если вот вы посмотрите внизу тут камень какой на на тропке между двумя частями водоема и там фотоэлемент стоит то есть видимо когда темнеет вот под действием этого фотоэлемента что-то происходит теперь фонари зажигаются так ну и такое достаточно открытое место даже не знаю что здесь такое может быть галькой засыпано пошли в дом на второй этаж сейчас отправимся так ну что идем наверх видимо тут из индии люди жили до свет надо индусы жили так вот со слоном так она не получили пермит и доделали тут и старый этаж понял мы идем смотреть симпатично симпатично так о о свет спала тут посмотри да ну-ка затащить не проблема света послушай еще страшно заползешь а уже тут можно выпить где бар ну да но гости ну да так для развлечений комнатушка так тут у нас спаленка спаленка неплохая друзья кто скажет что спаленка ему не нравится пусть первый бросит меня камень слушайте туалет давайте мы так пожалуйста здесь можно сами понимаете одежонку развесить так называемый вог ин клозет так замечательно здесь все хорошо так туалет душ должен быть вы видите там да здесь свет не горит но вы видите разворачиваемся идем дальше это первый наш опыт съемки open house of в 360 градусов так тут еще у них один шкафчик такой смотреть только свет есть да есть свет пожалуйста а вот это наверху это люк на чердак на потолке если вы покрутите вы увидите давай что этот дом перестраивали но на уровне того что его разобрали по щепкам так фактически построили заново взят пермит на то что это достройка то есть это серьезная переделка была вот эта крыша потолки вот это все лишь стенки надо было нарастить до что наверху не так много то есть мы нет он числится 3 спальни там наверху еще одна спальня 4 ага что мы не были вот тут я просто пытаюсь понять все ли мы увидели так значит туалет санузел так мы назовем вот у нас санузел так вот он такой ну как есть такой есть санузел и мы теперь из него уходим и тут спальня да да тут дверь сама закрывается света не правильно построена дверь то так внизу там хозяйственные всякие дела вот а тут у нас пожалуйста спальня небольшая но симпатичная симпатичная до дверка это сама закрывается так тут еще одна спальня как бы ну совсем маленькая и вот эта кровать которая здесь стоит она как бы подчеркивает что она небольшая то есть если большую поставить совсем место не будет и вот тут крыша прямо знать какая крыша под окном бабах черепица такая соседи вообще тут целый мир вокруг да ну что же очень миленько света где ты где ты так светлана внизу ну пошли послушаем что она нам скажет так светлана все с достройкой перестройкой пытается разобраться расскажи пару слов не вписан в это комьюнити про себе представить что в целую улицу могут перестроить одинаковым стилем за дома пойдем на середину пойдем на середину пойдем на середину а то что школьное поле рядом там это ничего ты считаешь не страшно я хочу посмотреть архитектурно он абсолютно вписан в этот она вписана в этот я не могу понять я наверное он может быть изначально так уже три гаража неплохо нет он наверно был все таки здесь все машины все три гаража наверно все таки был бухтажная то что они достроены не достроили то маленькую вот эту санрум там вот сзади ну да слишком органично все слишком органично все выглядит ну что понравился сколько он стоит 2 300 2 миллиона 300 тысяч ну что ж у меня есть интересная статистика между прочим давай пойдем в дороге давай в машине но идем в машине так что что за статистика самый дорогой и самый дешевый дом мотивируется не вы или при этом я отбросил то что ну совсем наш не какой-то например они предлагают кусок земли там за 850 тысяч до без ничего из ничего там построить так вот например самый дорогой дом маунтин-вью стоит 2 и 4 миллиона да вот саневелли вот этот дом стоит 2 и 3 миллиона с хорошими школами но при этом этот дом намного больше чем тот дом который маунтин-вью подороже будет там подороже мясо но на нашей памяти вырос чудовищно то есть он уже просто уже догоняет мозг друзья но это у нас не последний сегодня объект и самый дешевый дом в маунтин-вью стоит миллион триста да да ну совсем там дорого на малюсеньком участке земли 2 в этом а в саневелли миллион сто пятьдесят то есть грубо говоря разница не очень большая на самом деле на наших глазах саневелл очень серьезно растет вот когда мы приехали сюда никакой вообще а саневелл и вовсе был но и там дальше чем дешевле чем дешевле сейчас уже поднялся конечно лусал до поднялся очень сильно но саневелл подтягивается даже все это очень близко оценивел до того же google там 15 минут вообще хорошо друзья мы отправляемся на другие объекты сегодняшние наши